Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект ХайТек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня знакомимся и обращаемся в КСК. WhatsApp переселяется на компьютеры. Выяснилось, у мессенджера скоро должна появиться функция голосовых и видеозвонков с помощью веб-приложений. Сетевой автор VA Beta Info обнаружил доказательства того, что голосовые и видеозвонки должны появиться в WhatsApp Web. Это клиент обмена сообщениями на основе браузеров для Windows и Mac. Очередная версия, которая позволит принимать и совершать звонки прямо из настольного клиента, сейчас проходит стадию бета-тестирования. Конечно, подобным уже трудно кого-либо удивить, однако, если учесть, сколько людей по всему миру использует этот мессенджер, функция определенно может оказаться востребованной. К слову, будет возможность и групповых звонков. Стало быть, это может сделать WhatsApp отличной альтернативой Zoom и Google Duo для рабочих совещаний или семейных онлайн-советов. Интерфейс новой функции сходен с прочими подобными апплетами. Всплывающее окно с информацией о звонящем есть возможность принять или отклонить звонок, а также кнопка завершения вызова и настройка дополнительных параметров, например, отключение микрофона. Facebook соединит одинокие сердца. Сервис Facebook Dating запущен в Европе. Это приложение сначала официально начало работать в США, затем в Южной Америке, и вот настала очередь старого света, искать любовь с помощью апплита от команды Марка Цукерберга. Подписка на сервис знакомств позволяет создавать отдельный профиль для романтических начинаний. Также есть функция Secret Crush, которая позволяет выбирать друзей, которые втайне нравятся. Новый сервис крупнейшей социальной сети призван предоставить альтернативу популярным сейчас приложениям Tinder, Hinge и Bumble. При этом сервис подбирает возможные знакомства не только на основе данных, которые предоставили пользователи сами, но и по данным об их интересах, группах, событиях. С момента запуска Facebook Dating в 2018 году в 20 странах было создано более полутора миллиардов виртуальных пар. Правда, о том, чем эти знакомства закончились, данных нет. Теперь Facebook Dating работает над территорией большинства европейских стран. Стоит отметить, что для начала работы с ним потребуется не только иметь учетную запись в Facebook, но также надо посетить страницу Facebook.com.dating и там создать специальный профиль. В Павлодаре появится электронная система ЕКСК. Государственные органы давно обещали ее внедрить, но воплощают эту идею в жизнь студенты. Это будет онлайн-платформа в сфере ЖКХ, которую адаптируют для работы как с КСК, так и с новыми осей. Недавно в ТОЮ завершился онлайн-хакатон, но работа над проектами его участников продолжилась. Опытные IT-специалисты и чиновники сферы ЖКХ отобрали три лучших проекта хакатона и решили внедрить их в работу. Чтобы не оставлять разработанные продукты где-то в стороне, мы продолжили разработку прототипов их. Сейчас в рамках того же хакатона мы проводим ТУЮ Кэмп. Из трех предложенных ребятами продуктов программы мы создаем один единый. Это будет информационный портал для автоматизации услуг в сфере КСК. Портал еще находится в работе, но уже запущен Telegram-бот для пользователей КСК и ОСИ, который помогает решать вопросы, связанные с ЖКХ. В связке с ним будет действовать основное приложение. Его автор-победитель хакатона Александр Филатов. Город получит ресурс, в котором будет сконцентрирована вся работа КСК. Собственники квартир смогут подавать заявки на оказание услуг, определять рейтинг кооперативов, смотреть историю своих платежей и затрат самого КСК на подготовку к отопительному сезону. Главное, что новое приложение позволит жильцам контролировать работу своих кооперативов. Функционал разработчики обещают сделать простым и понятным на двух языках. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах, мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите Хайтек. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok